Итак, всем здравствуйте! Вы на канале Настя Май. Сейчас мы едем в Просковеевку. Хотим полетать на квадрокоптере и посмотреть горный пейзаж. Вам обязательно покажем. И я вам хочу рассказать одну очень интересную историю, которая произошла с нашей семьей буквально несколько дней назад. Мы вот такие продвигаем то, что нужно обращаться за поиском жилья к правильным людям, чтобы не попасть на мошенников. Предупреждаем, что есть мошенники. А сами знаете, что замутили? Мы просто в шоке до сих пор. Мы, значит, ищем квартиру на постоянку для проживания и нашли классный вариант. Трешки за 15 тысяч. Прям там, где нам надо, около школы. Ну и все. Я звоню, значит, собственнику и говорю так и так. И она говорит, слушайте, у меня здесь такая проблема. Я вот приехать могу только 12 сентября. Ну, как бы раньше никак. А это было, я звонила где-то числа 7, наверное, сентября. Ну и все, значит. Она говорит, ну, в принципе, вы можете мне скинуть предоплату, чтобы я эту квартиру сняла с публикации и все. И как бы я приеду, вам ключи передам уже и все. Ну и мы, конечно, семья лохов просто. Естественно, и поверили. Перевели 2000 ей на карту. Ну и она приехала или не приехала. В итоге на связь она больше не выходила. Она не берет трубку. В WhatsApp она не заходит. Объявление так и снято на сайте Юла. Я нашла ее. А там же подтверждение. Вот этим ID номером как на Авито не нужно. И поэтому ты можешь любую фотографию, скорее всего, взять и обувидовать. Вот, значит, проходит один день. Я звоню ей уже на ее московский номер. Она берет трубку. Я так поняла, что она меня не узнала. Я ей говорю, ну что? Я говорю, как бы, вы где? Кто обещал нам квартиру сдать? Я говорю, что это вообще такое? Почему трубку не берете? Ой, знаете, я не слышала пропущенный телефон. Везде лежала дома. Я же вам писала на WhatsApp, что я задерживаюсь на день. И, значит, вечер, она говорит, я приеду в 8 вечера сегодня. Я говорю, ну хорошо, я жду от вас звонка. В общем, в 8 вечера, в 9 вечера ничего не происходит. Я написала сообщение, что если вы мне не вернете деньги, то я пойду писать заявление. Никакой, конечно, реакции не было, никаких денег не было. Это просто вот мы попали вот таким глупым просто способом на мошенников. Да, хорошо, что это было там всего 2 тысячи, а не вся оплата за квартиру. Теперь мы будем сами знать, потому что мы, если честно, были настолько удивлены. Мне было так обидно. Даже не за деньги, которые, да, потеряли, а то, что мы сами предупреждаем о том, что не нужно, нужно быть аккуратным при съеме жилья. А тут вот такое вот, ну, короче, вот. Кстати, я не одна. Такая, поговорила, главное, 3 минуты. Да, да, да. Целую, речь толкнула, да? Такая, кстати, я не одна. Сереж, что ты думаешь насчет этой истории? Что я думаю? Это стандартный вариант, который сейчас на данный момент чаще всего происходит у нас в городе. А что здесь думают? Поэтому, как бы, меня это не сильно удивило. Ну, ты камеру чуть-чуть подальше убери, а ты все прям... Да, ты меня не слышно, а ты вот так вот говоришь. Ну, я же быстро не могу, а то есть громко разговариваю. А ты говори, всем привет, меня плохо слышно. Может, микрофон еще кто-то подставит? Да, кстати. Что ты в этот раз, да, открываешь? В общем, ребята, будьте аккуратнее, мы опять будем предупреждать вас об этом. И не отправляйте предоплату в виде денежных средств неизвестным совершенно людям. Ну, я не знаю. Вот посуточная сдача, это, конечно, одно. А сдача на долгий срок, это, конечно, совершенно другое. И, в общем, будьте аккуратны и не делайте таких же ошибок, как мы просто. Пошла. Самое, знаете, что интересное, что на следующий день, после того, как она должна была приехать, передать нам ключи, она выставила это же объявление. То есть она активировала заново и выставила, опять же, на Юле. Только чуть-чуть фотографии на заставку поставила другие, и все. И я смотрю, захожу, что обновление было этого объявления. И смотрю, что пользователь заблокирован. Скорее всего, мы не одни такие лохи, нас таких много, которых она кинула. И причем, когда я ей звонила, она говорит, девушка, вы меня поймите, у меня маленький ребенок, одному 4 года, второй только родился. У меня муж умер 3 месяца назад. Представляете, как мне тяжело? Я-то вообще офигела. Я думаю, да ну, мне дай бог в такой ситуации оказаться. И как бы я даже не подумала о том, что это может быть мошенница. Я подумала, что действительно, человеку нужны деньги, чтобы воспитывать, растить и все прочее. В общем, ребят, зовут ее Марина. Номера телефонов я обязательно оставлю сейчас на экране. И аккаунт у нее был зарегистрирован, я не знаю, как сказать, Майкоп. Майкопская была написана. Короче, Краснодарский край Майкоп. Я так понимаю, родом оттуда. У нее один номер московский, а второй номер местный. В общем, аккуратно, если увидите эти номера, ну, я думаю, что, скорее всего, она их уже поменяла, то, знаете, это вот эта машина. Сейчас едем в Расковеевку и обязательно вам покажем вид с квадрокоптером, который, пейзаж, который будет открываться у нас с высоты птичьего полета. В общем, интересно всем вокруг, точнее, вам и нам, всем вокруг. В общем, смотрим и наслаждаемся нашим Краснодарским краем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все, мы уже едем назад, потому что у нас уже приехали люди, чем раньше, чем мы планировали, и поэтому мы собрались экстренно и поехали в сторону Крымской. Вот такой пейзаж гористый у нас в наших краях, очень красиво. Я думаю, что на сегодня мы заканчиваем свой влог, да, Сереженька? Да. Обзор даже, не влог, просто обзорчик. И всем добра, всем счастья, до свидания. Подписывайся на канал и ставь лайк. Не забудь.